Вот только сейчас я начинаю Извините, я еще раз повторю Здравствуйте все А Марина пусть начинает Она сама себя представит Она уже все и так знает Марина, пожалуйста Я хочу сказать спасибо вам, Игорь Хоть это очень трудно мне было Потому что когда мы с вами говорили Вы меня попросили сегодня выступить Я была уверена, что все сделано Но все пришлось переделывать Потому что слайды пришли И в общем захотелось полностью уже вам Выложить все А дальше посмотрим, как это вам придется или нет Я начинаю Спасибо всем, кто пришел В книгах по истории искусства Сейчас одну секунду В книгах по истории искусства Имена выдающихся современников Предстают обычно глазам потомков Часто механическим перечислением Через запятую Как будто это однородные члены предложения И у потомков далеко не всегда Хватает времени, возможностей, желания Раскодировать этот, казалось бы, едва заметный Но на самом деле Настолько важный знак Что он вошел в детские считалочки Ну кто из нас хотя бы раз в жизни не произнес Точка-точка запятая Вышла рожица смешная Кто не помнит горбатую старуху Прислуживающую самому глаголу В стране невыученных уроков Марина, извините, пожалуйста Экран почему-то абсолютно темный Это сознательно или бессонтно? Да, да А, извините Да, все, я снимаю Да, окей И, наконец, печально известный фразеологизм Казнить нельзя помиловать К сожалению, потомки не всегда учитывают Что функция запятой Не только разделять Но и уточнять Стоит только заменить запятую На соединительный союз И, и, боже мой, сколько тайны открытий Сколько драгоценных свидетельств Скрывается за ним Ведь за каждой парой имен Могут возникнуть совершенно неожиданные переклички А то и особая человеческая история Я всегда радуюсь за тех исследователей В любой области знаний Кому, подобно кропотливым археологам Удается, говоря поэтически Дойти до сущности прошедших дней До их причины До оснований До корней До сердцевины Начиная рассказ о моем непростом пути Поиска возможных творческих перекличек Между Цветаевым и Прокофьевым Я бы хотела сначала оговорить Несколько важных моментов Ну, во-первых, доклад мой предполагался Из двух частей Сегодня прозвучит только первая К истории одной встречи Второе Прокофьева и Цветаеву Писали очень многие художники И некоторые портреты художника Включены в видеоряд Наряду с фотографиями Я хотела сказать, что Практически все цитаты Я брала из дневника Прокофьева Вот два таких тома Он всю жизнь писал Вот так вам видно, да, наверное? Ну, неважно В общем, вот таких два тома Этот дневник, конечно, был спасен чудом Потому что в 1938 году Когда он последний раз имел возможность Выехать за рубеж Он все-таки этот дневник Спрятал в Америке в сейфе Потому что практически Все дневники Или сами авторы уничтожали Или, например, как Брюсов Он вел дневник на древнегреческом языке А когда обрадовались, что нашли его И начали его расшифровывать Оказалось, что он жутко ругает советскую власть Так что его опять запрятали Ну и, наконец Самое, пожалуй, главное Мой рассказ будет перемежаться Рядом отступлений разного рода Фактологических Пояснительных Исторических Ибо мой путь начался полвека назад Что само по себе Какая-никакая, но уже история Ну и, наконец, личных Вот эти последние По ходу размышлений Так настойчиво просились Из глубин памяти На поверхность Что, в конце концов Неожиданно для меня самой Стали почти равноправными Участниками всего сюжета И с них, пожалуй, я начну Именно так, через запятую Я впервые увидела имена Марины Цветаевой и Сергея Прокофьева В одном ряду Однако, устремленная в те времена Полностью всеми помыслами К Цветаевой Я тоже с легкостью Перемахнула через ту запятую Но могла ли я тогда представить Что сегодня На другом конце земли Слово Словно в спиритическом сеансе Буду тревожить их души Пристально вглядываясь В маленькую закорючку между ними В надежде найти ответы На все продолжающие возникать вопросы Многие годы это запятая Не дает мне покоя То одаряя неожиданными открытиями То ускользая в последний момент Задним числом Я, конечно, нахожу оправдание Дело в том, что Цветаевой и Прокофьев Не всегда представлялись Классическими антиподами Ну что могло быть общего Рассуждала я Между одетым с иголочки Денди Благоухающим Дорогими французскими духами И Цветаевой Выпрашивающей для выступлений Платье с чужого плеча Что может быть общего Между роскошными Парижскими апартаментами Занимаемыми Прокофьевыми И дешевыми лачугами В которых ютила семья Эфрона Андрей Белый Как-то заметил, что внешнее Иногда внутренний Внутреннего На снимке два человека Вполне подтверждающую Эту непростую мысль Изможденное Сероземлистое лицо Цветаевой И пышущий здоровьем Прокофьев Запечатленный художницей Галиной Серебряковой Не случайно Кто-то остроумно Его назвал Четвертым апельсином Обыгрывая название Судьбоносной Для его карьеры Оперы Любовь к трем апельсинам А еще в народе Любят повторять Сытый голодному Не товарищ Но товарищ Не товарищ Но вряд ли смогут Понять друг друга Гурман Подробно Со смаком Каждый день Описывающий В дневнике Вкушаемые В дорогих ресторанах Обеды И цветаевская Дневниковая запись Мы просто Медленно Подыхаем С голоду Каскад Риторических Вопросов О человеческой Несовместимости Прокофьевой Цветаевой Легко могут Заменить Их собственные Красноречивые Свидетельства Дневниковая Запись Прокофьева У меня Есть свойства Характера Пишет он Относиться К жизни Легко Она Жизнь Не задевает Меня Глубоко А скользит Слегка По поверхности Цветаева Умудряется Всего Восьми Строчках Как В капле Воды Выразить Все Главные Приметы Ее Неповторимой Души И Неподражаемой Поэтики Прислушайтесь Я сейчас Прочту Эти две Страфы Как Мастерски Совсем Юная Поэтесса Обыгрывает Известный Каждому Русскоговорящему Человеку Разговорный Оборот Все Перемелется Будет Мукой Все Перемелется Станет Мукой Люди Утешены Этой Наукой Станет Мукою Что Было Тоской Нет Лучше Мукой Люди Поверьте Мы живы Тоской Только В тоске Мы победны Над Скукой Все Перемелется Будет Мукой Нет Лучше Мукой Потом Когда ее Уже Не будет На свете Филологи Отметят И излюбленный Цветаевский Прием Игру Со словами Омографами Мука И мука Совпадающими По написанию Но при перемене Произношения Меняющие Смысл Она действительно Любила С ними Играть Орган И орган Быть Челом Бить Челом Времени Времени Напишут И о Анафорах Повторяющихся О фольклорном Параллелизме Но все Это термины Которых Сама Марина До конца Жизни Она о них Понятия Не имела Это все Для диссертации Для людей Искушенных Они Искушенные Реагируют В первую очередь На эмоциональные Посыл Мысли Да еще Сказанные С таким Изящным Мастерством В общем Мне казалось Все просто У молодого Прокофьева Все шло От головы И от его Запредельного Эгоцентризма А у Цветаевой Сразу С первых Стихов Сдирание Кожи Двадцать шестой Год Прокофьев Обогретый Теплыми лучами Парижского Солнца У него Что не день Премьера Что не вечер Очередной Дебют Каждый его Концерт Становится Событием Культурной Жизни О нем Пишут Широко Издают Отныне Он сам Назначает Размеры Гонораров За свои выступления И ему Платят Столько Сколько Он скажет А география Его гастролей Почти Весь мир Среди его Друзей Самые именитые люди Ему заказывают балеты Сам Дягилев Он обыгрывает шахматы Капабланку И Алехина Он дружит с художниками Бенуа И Петровым Воткиным Вот этот Знаменитый Карандашный портрет Прокофьеву Подарил Автор Анри Матис На вопрос Прокофьева Почему вы мне Сделали Такое длинное лицо Художник Ответил Для того Чтобы передать Ощущение Вашего роста Короче говоря Прокофьев Похоже Имел все основания Повторить За Хемингуэем Хемингуэем Париж Это праздник Который Всегда с тобой Но Цветаева Вряд ли бы Подписалась Под этим В том же 26-м году В том же Париже Она пишет Душераздирающее Стихотворение Исчерпывающее Подытоживое Сказанное Выше Я бы хотела Чтобы мы Сейчас попробовали Прочесть его Вместе Это непростое Стихотворение Давайте Попробуем Вы все Видите Да Тише Только без прочих Краны текут Стулья Грохочут Рты Говорят Каши Во рту Благодарят За красоту Знали бы Стены Просто У обоих Детство Детство Напоенная Музыкой Обе мамы Владели Роялем Любили от них И тех же Композиторов И дети Привыкли засыпать Под звуки Шопена Бетховена Шуберта У обоих Очень рано Проявился Дар Она в 4 года Начала рифмовать Слова Может быть Будет поэтом Записывает в дневнике Мать А он в 5 лет Написал пьесу Которую его мама Старательно Переписала в альбом Под названием Индийский галоп И дала ему Номер Опус А он В подарок На Рождество Заказывает Клавир Вагнера Она заказывает Принца и нищего И Ундину Жуковского На обоих Неизгладимое впечатление Производит Посещение Театра Захваченный Сценами Дуэлей Фаусти Девятилетняя Сережа Решает Сам написать Оперу И пишет И вы видите На пепетре Переплетенный На заказ Клавир Его первой Оперы Великан Через годы Потрясшие его В детстве Дуэльные сцены И Мефистофелис Фауста Напомнят о себе В его Опере Огненный ангел Она же Настолько Впечатлилась Роскошными Декорациями Щелкунчика Что От волнения Начала бросать С балкона Вниз на голову Сидящих в портере Мандариновые корки И только Десятилетия Спустя Она смогла Объяснить Тот свой Детский восторг Единственной строчкой Вырвавшейся Из ее сердца Ах Это Занавес Вдруг Разверстый На всю На всю жизнь Для них Обоих Детство Оставалось Вдохновляющим Источником Лирики Возвращением Назад К своим Млечным Истокам Ну вот Сейчас я бы хотела Чтобы мы с вами Посмотрели Двенадцатиминутный фильм Мне очень Этот фильм Нравится Это Он сделан людьми Которые не только До тонкости Знают Жизнь Прокофьева Но и очень Любят его музыку И его самого Наверное Так как фильм Буквально соткан Из очень Значимых деталей И за 12 минут Пролетает Так сказать Очень быстро Для тех Кто не так подробно Знаком С биографией Прокофьева Позвольте Несколько Пояснений Сделать Фильм Называется Сказки Старого пианино Во-первых Это отсыл К пьесе Из детского Альбома Очень известной Все дети И играют Сказки Старой бабушки Во-вторых Само пианино Это Самой Первые Одну Две минуты Фильма Пианино Это не менее Важная часть Творчества Прокофьева Чем его Композиции Из лицензии 27-го года В газете Ленинградская Правда Написано Прокофьев Блестящий Пианист Но есть Область В которой Прокофьев Конечно Не имеет Себеравных Это исполнение Собственной музыки Только Под пальцами Прокофьева Пианиста Прокофьев Композитор И совершенное Выражение Дальше Самое Начало Фильма Однажды Когда мама Играла На рояле Трехлетний Карапуз Потребовал Чтобы она Подвинулась И освободила Ему часть Территории Чтобы он Мог в это Время Выстукивать Отдельные Звуки Потом Рояль Несколько раз Появится В фильме И даже Много роялей Что является Символом Его гастроли Как пианиста По всему миру Особенно Обратите внимание Этот момент Когда он тоже Пролетает Все очень быстро Когда С рояля Слетает Белое покрывало Это награда Которую Прокофьев Получил За первое место В конкурсе Руленштейна Где он Исполнял Свой первый Фортепианный Концерт И это Будет звучать Появление Арфы Казалось бы Одна секунда Но это Мне кажется Что это Заявка На Большой оркестр То есть Это заявка На Прокофьева Дирижера Дальше Метроном Метроном Это намек На легендарную Склонность Прокофьева К точности Он ни в чем Не терпел Приблизительности Никогда И ни в чем Метроном Символ Неукоснительной Его ритмической Точности Это Визитный Знак Прокофьева Композитора Песочные Часы Символ Отпущенного Времени Обычно Скорость В пересыпании Песка Рассчитана На небольшой Интервал Времени Это намек Или на Скоротечность Времени Вообще А возможно И на раннюю Смерть Композитора 62 года Обратите Внимание На первые Строки И первый Кадр Он сидит У рояля И на рояле Стоит горшок С цветами Прокофьев Умер За 40 минут До смерти Сталина Арам Хачатурян Говорят Когда узнал О смерти Сталина И Прокофьев Сказал Что жаль Что он не узнал О смерти Своего мучителя В те дни Невозможно было Достать Ни одного цветка Люди Приносили Прокофьеву Домашние Цветы В горшках Только Рихтеру Удалось Где-то Раздобыть Одну Сосновую Ветку Апельсины Лейтмотив Фильма Сочные Яркие То они Весело Пляшут То безжалостно Их раздавливает Толпа Для меня Это намек На решение Покинуть Революционную Россию Одежда Всегда Матроска Пока он Ребенок Как на всех Детских фотографиях И наконец Не пропустите Постарайтесь Этот момент Когда Крокофьев Приходит За визой К Луначарскому Луначарский Ему говорит Что это Во всех учебниках Наших Написано Музыкальных О том Что Почему вы уезжаете Мне не хватает Свежего воздуха Ну как Разве вам тут У нас не хватает Нет В общем Хорошо Вот Вы революционер В музыке Мы революционеры В жизни И нам нужно Идти быть вместе Вот в этот момент На буквальном Миг Какой-то секунды Появляется На стене Как бы Тень Мефистофеля Или черта Или дьявола Ну вот Это важный Очень для меня Такой элемент Потому что Все Как бы Так сказать То что объявлено У нас Как главная тема Прокофьев Как советская трагедия Вот мне кажется Что это Именно На этот Момент Дело в том Что это может быть Либо намек На сделку С большевиками Либо это Предзнаменование Его внутренней Мучающей трагедии До конца Не понимающего Правильно ли он поступил Вернувшись в Россию Песня Которая прозвучит Маленькие фрагменты Это обработка Народной песни Прокофьем Он сделал Несколько циклов Таких Которая Является Символом Как бы России Обратите внимание На моменты Связанные С Сергеем Эйзенштейном Обратите внимание На пальцы Прокофьева Прокофьев в зале Просматривает Кадры Которые Уже Сделал Эйзенштейн Но они Еще без музыки И он Пальцами Стучит По ручке Кресла И Тонкие Хорошие Такие пальцы Чувственные Понятно Что он уже Ритм выбивает Он уже слышит Эту музыку Почему это важно Потому что Через несколько секунд На экране Появятся Страшные Пальцы Очень Отличающиеся От Рокофьева Пальцы Сталина Которые Повторяют Как бы Тот же жест Но очень Неуклюже И я Ничего не могу С собой Поделать Как вот Передо мной Стоит Трагедия Эйзенштейна Который Умер В ночь Когда было Опубликовано Постановление 48-го года От инфаркта От разрыва Сердца Потому что Он знал У него были Основания И тем более Сталин Не понравился Фильм А для Прокофьева Это была Тяжелейшая Потеря Потому что Это был Один из Самых Близких Его доверенных Друзей И вот Кто-то Рассказал Сталину Кто-то Донес Сталину Что во время Собрания Ужданова Вот этот Вот так сказать Чеголь Прокофьев Явился В лыжном Костюме И в бурках И что Это как бы Прозвучало Как оскорбление Ну так Видимо Он и задумывал На что Сталин Сказал Ну что ж Совсем Зазнались Будем Учить Поэтому Вот Этот кусочек С Эйзенштейном Я рассматриваю Как Дань Памяти Режиссера И трагедии Прокофьева Ну наконец Бессмертный марш С трех апельсинов Это визитная карточка Прокофьева Как и Самые Апельсины Которые Постепенно Превращаются В огромное Солнце Символ Бессмертия Солнечной Музыки Прокофьева Ну вот Давайте сейчас Попробуем Сначала Игорь Мы попробуем А потом Вы скажете Видите ли вы Все и слышите Да Хорошо Давайте Начинайте Сейчас Спасибо за просмотр КОНЕЦ Я умер в один день со Сталиным. На моих похоронах были только родственники и друзья. Я родился в селе Солнцевка 11 апреля в среду в 5 часов дня. Царствовал тогда Александр Третий. Ленину был 21 год, Сталину – 11. Ленина Третий. Когда мать играла лунную сонату, я просил отвести в мое пользование две верхних октавы и выстукивал на них свои детские экзерсисы. Весной выпадали дожди и целые ливни. Вода со степных просторов ливалась в реки, они вздувались и сносили мосты. Так погибла пасека, бывшая тогда увлечением моего отца. Когда мне было пять с половиной лет, я подобрал пьеску и играл ее несколько раз. процесс записывания произвел впечатление, и вскоре после того я овладел им в какой-то мере. Когда мне было восемь лет, родители взяли меня в Москву и там повели на Фауста. Что знаю хорошо, кто вас убьет. Мама, я хочу написать свою оперу. Что ж стрелять? Нет, погоди. Наживы не мать, потом стрелять. Милые господа, я благодарить вас должна. Мой учитель Рингольд Морицевич Глиер приехал в Солнцевку в начале лета 1902 года, когда мне было одиннадцать лет, а ему двадцать восемь. По вечерам Глиер сажал меня за рояль, брал скрипку, и мы играли. В возрасте тринадцати лет меня повели поступать в консерваторию. Господин Прокофьев, войдите. Это все ваши сочинения. Мои, садитесь и сыграйте. Мои, садитесь и сыграйте. Мои, садитесь и сыграйте. ПЕСНЯ и в консерваторию. Не понимаю, почему вы у меня учитесь? Поезжайте в Париж, где без сил. Помилуйте, да зачем же вы слушаете Сибириуса? В настроении у меня в то утро было смутное. И почему меня сегодня занесло сюда? Я боялся за плохой исход конкурса. Конкурс выиграл господин Прокофьев. Я получил приз «Рояль фабрики Шрёдера». Об Октябрьской революции известия довольно сбивчивые. Всюду восстание большевиков. Мне бы хотелось получить документ, чтобы быть свободным и жить где угодно. Я много работал, и теперь хотел бы глотнуть свежего воздуха. У нас в России так много свежего воздуха. Но вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо работать вместе. Хорошо, мы дадим вам необходимые документы. В Нью-Йорке. Успех чрезвычайный. Шесть бесов. Прочитал «Любовь к трем апельсинам». Здорово. Можно кое-что сделать. И все-таки я думал о России. Меня страшно тянуло туда. Ни с кем в Нью-Йорке не простившись, я больше Америкой, в сущности, не интересовался. А странно пребывать во Францию с запада, а не с востока. Я хочу заказать вам балет. Я же не могу писать в том стиле, который вы одобряете. Так напишите в вашем собственном стиле. Я не верил своим ушам. Дягилев предложил мне написать балет на советский сюжет. «Любовь к трем апельсинам» «Любовь к трем апельсинам». «Любовь к трем апельсинам». Приходили мысли, не повернут ли оглобли. Ведь речь шла чуть ли не о жизни. За время моего отсутствия, оказывается, я сделался довольно знаменитым. Мастерство Эйзенштейна вдохновляло на создание буквально зримой музыки. «Любовь к трем апельсинам». «Любовь к трем апельсинам». «Любовь к трем апельсинам». Девушки отдыхают 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 из дневника не просто знаменитых а только людей играющих роль в моей жизни жанр определил техническую задачу книга должна быть удобна в пользовании всегда под рукой а это и определила размер размер бумажные банкноты техническая задача подсказала дизайн переплет из двух простых досок с корешком с грубой черной кожи скрепленных простыми гвоздями и латунной застежкой а внутри тончайшая французская бумага идея дизайна поясняется также в дневнике сопоставление внешней грубости в контрасте с тонкой бумагой должно было не только привлекать пикантностью но и подчеркивать драгоценность автографов очень непросто было найти изготовителя такой книги ни один хороший книжный мастер не решался браться за такую работу результатом Прокофьев тоже был разочарован он записывает в дневнике книга получилась слишком элегантно мужик в шелковых чулках но она была оригинально изящна и главное деревянная записывает он ну вот определилась название деревянная книга Сергея Прокофьева теперь осталось главное избежать сходства с альбомом института как он говорил мы видим первое первую запись шестнадцатого года в день праздника солнца эта запись не музыканта а шахматиста партнера Прокофьева по шахматам Бориса Демчинского дальше мы читаем он разрабатывает чтобы этот альбом отличался от альбомов институток которые с придыханием читают отзывы о себе нужно было найти какой-то интересный ход в самом содержании книги Прокофьев ищет его так как расписывают ход в дневнике опытные шахматисты кстати наверное не случайно вот эту запись он отдал ему и вот мы читаем вот вы наверное я попробую вот если вы меня видите вот ах вот с этого места что он придумал что же ему черт бы побрал написать люди мучаются над этим вопросом и дальше а теперь мне вопрос явился всем задавать один и тот же вопрос что вы думаете о солнце прекрасно особенно при обнаружившемся у меня в последнее время тяготение к нему посмотрим как все эти кавалеры деревянной книги будут застигнут этим вопросом врасплох но вместе с тем какое поле для ответов и так что вы думаете о солнце и и вопрос этот на самом деле был не случайен более того закономерен Прокофьев постоянно слышал свой адрес солнечный гений артист одаренный энергией великого светила солнцевские гены восторженный певец солнца и молодости да и в своем творчестве Прокофьев не раз обращался к образу солнца может быть интуитивно может быть осознанно но Прокофьев понимал что ответы на один вопрос разных знаменитых людей лишь укрепят постепенно складывающуюся легенду о нем как о солнценосном композиторе итак в 1916 году деревянная книга тетрадь была изготовлена Прокофьеву 24 года оригинал книги хранится в российском архиве в 2020 году было издано 300 фоксимильных экземпляров и 1700 типографских при участии наследника Прокофьева один из его внуков композитор по имени Сергей Прокофьев дюниор к фоксимильному изданию сделал своеобразное дополнение к деревянной книге ну как я уже говорила деревянная книга была всего на два года младше Чукоколы прожила в 10 раз меньше при этом став не только неповторимым художественным библиоартефактом не только источником информации композиторе его окружения но и бесценным культурно-историческим документом 20 века за шесть лет существования в ней оставили автографы 48 выдающихся людей двадцатого века Шалякин Стравинский Петроводкин Теффи Анна Достоевская Ремезов Пришвин Алёхин Капабланка Ларионов и Гончаровым Месковский Маяковский Рубинштейн ну и множество других первая запись мы уже о ней говорили а на последней странице запись велончелиста Евсея Белоусова профессора Джульярдской школы исполнявшему велончельные произведения Прокофьева помните в начале я сказала что этой деревянной книге нужно присвоить номер опуса и когда это писала я вспомнила какое впечатление на меня и на посетителей музея квартиры Льва Толстого в Хамовников произвели вот эти лайковые сапожки сделанные собственноручно Львом Николаевичем они выставлены в кабинете писателя и стоят на книжной полке завершая полное собрание его сочинений как пример его мастеровитости не только в написании романов и я уверена пока не обнаружатся какие-нибудь неизвестные сочинения Прокофьева его деревянная тетрадь или книга должна быть внесена в каталог его сочинений и стоять пока под последним номером 132 но вернемся в кафе поэтов в контексте сказанного меня особенно интересовали два участника встречи Бальмонт и Маяковский так как они оба были дружны и с Прокофьевым и с от них она могла узнать подробности об этом выступлении между Бальмонтом и Прокофьевым были тесные творческие и человеческие отношения они посвящали друг другу произведения проводили совместные концерты Прокофьев сочинил много музыки на стихи Бальмонта и посвятил ему изумительный фортепианный цикл мимолетности восхищенный талантом молодого Прокофьева после очередной встречи 9 августа семнадцатого года Бальмонт оставляет в его деревянной книге знаменитый автограф с обращением ребенку богов Прокофьеву и первыми строками посвященного Прокофьеву Санета ты солнечный богач ты пьешь как мед закат твое вино рассвет твои созвучия в хоре торопится принять в спешащем разговоре цветов загрязивший невнятный аромат второе имя Владимир Маяковский на Прокофьева произвело большое впечатление выступления Маяковского в Петрограде и в тот же вечер он играл свои новые пьесы в знаменитом кафе петербургской богемы бродячая собака за одним из столиков сидел Маяковский что-то увлеченно рисуя а в конце вечера Прокофьев получил шарш на себя с такой надписью уважаемый Сергей Сергеевич который играет на самых нежных нервах уважаемого Владимира Владимировича а уже из дневниковой записи Прокофьева мы узнаем что в тот же вечер поэт подарил ему экземпляр войны и мира Толстого с такой подписью председателю земного шара от секции музыки председатель земного шара от секции поэзии Прокофьеву Маяковский а 22 марта восемнадцатого года вот в тот самый знаменитый московский концерт когда куда когда приехал Прокофьев перед тем как он отплывал в Америку прощаться со своими друзьями футуристами Маяковский записывает деревянную книгу отрывок из поэмы облака в штанах от вас которые влюбленностью мокли от которых в столетие слеза лилась уйду я солнце моноклем ставлю в широко растопыренный глаз я привлекла к рассказу Бальмонта и Маяковского повторяю только потому что они дружили с Мариной Цветаевой они могли ей рассказать о выступлении зная ее отношение к музыке что меня еще удивляет со стороны Прокофьева не было поползновений разыскать Цветаеву ведь имя Цветаевой после издания ее первой книги вечерний альбом у всех было на устах а сам Прокофьев и стихи писал и прозу а одно время серьезно взвешивал кем он хочет больше стать музыкантом или писателем и он всегда живо интересовался новыми поэтическими именами а вот Цветаевой видимо разминулся чтобы встретиться в Париже а теперь давайте представим что она там была этим вопросом я задалась гораздо позже уже когда музыка Прокофьева зазвучала в моей программе мне было интересно как она воспитанная на высокой классике восприняла бы Прокофьевский авангардный стиль была ли она среди тех кто называл Прокофьева музыкальным хулиганом или ей дано было расслышать за шумной бравадой парадоксальность его мышления его здоровый юмор творческую дерзость короче говоря все то за что Бальмонт назвал его солнечным богачом а теперь давайте перескочим на век вперед историческая справка с ностальгическими обертонами 31 1982 год октябрь в москве объявлены первые всесоюзные цветаевские чтения приуроченные к 90-летию поэта территориально заседания проходили в помещении музыкального училища при консерватории в том чтобы цветаевская конференция проходила именно в этом здании была своя изюминка уголок старой москвы мерзляковский переулок в этом здании век назад открылась первая частная музыкальная школа со временем она переросла в знаменитое музыкальное училище при консерватории которая москвичи по сей день по старинке дружески называют мерзляковка упомянутая изюминка заключалась в том что именно в этот дом маленькую марину приводила мама на уроки музыки мама мечтавшая сделать из нее профессиональную пианистку школу основала 25-летняя выпускница сергеева анчатанеева варвара зограф плаксина соученица сестер гнесиных последовавших через три года ее примеру и основав знаменитая гнесинское училище сегодня мерзляковка насчитывает сотни студентов а при открытии школы в ней было всего 22 ученика валентина юрьевна вела класс фортепиано и среди ее первых учениц была и семилетняя шестилетняя вернее пришла в шесть лет мусе цветаева заслуженную славу мерзляковки принесли ее выдающиеся выпускники на втором этаже училища и сегодня висит огромный стенд с фотографиями и воспоминаниями выдающихся людей окончивших это училище это рахманинов скрябин кабалевский карен хачатурян геннадий глотков владимир мартынов композиторы рихтер станиславный гаус игорь жуков александр майкапар ну в общем насколько я сейчас поминаю там еще был или они тройзман в общем очень много людей я называю только тех кого я лично знала по работе или дружески и на этом стенде особо выделяется знакомая фотография двух девочек под которой цитата из цветаевского эссе о валерии брюсове герой труда мне было шесть лет я только что поступила в музыкальную школу зограф плаксиной старинный белый особнячок в мерзляковском переулке на никитской в день о котором я говорю было мое первое эстрадное выступление партнер евгения ягольна брюсова сестра валерия брюсова жемчужина школы и моя любовь школа зограф плаксиной важная глава биографии цветаевой вот послушайте как это первое эстрадное выступление марины описалась спустя жизнь двумя годами младшая ася ей было семь лет старшие потом говорили что чувствуя только рояли себя она начала было привычно считать вслух раз и два и но увидев знаки валентины юрьевны стала играть без счета я же никого кроме нее не видела я не сводила с нее глаз я не понимала как до сих пор я не видела ее такой не восхищалась и не гордилась ею когда я увидела ее нас на эстраде когда я услыхала ее игру и всеобщую похвалу ей сердце раскрылась такой нежностью к ней что и иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер как состоянием влюбленности тот вечер живет в сердце каким-то цветением радости вот таким же цветением радости жили воспоминания о том выступлении и в душе марины цветаевой именно она не музыкант а писатель и поэт оставила может быть главный нерукотворный памятник той школе в эссе мой пушкин немножко позже мне было шесть лет и это был мой первый музыкальный год в музыкальной школе зограф плаксины месляковском переулке был как это тогда называлось публичный вечер рождественский публичный вечер давали сцену из русалки потом рогнеду и потом теперь мы в сад перелетим где встретилась татьяна с ним скамейка на скамейке татьяна приходит онегин но не садится а она встает оба стоят и говорит только он все время долго она не говорит ни слова и тут я понимаю что это любовь когда скамейка на скамейке она потом приходит он и все время говорит а она не говорит ни слова ну что же мусе тебе больше всего понравилась мать по окончании татьяна и онегин что не русалка не мельница и князь и леший не рогнеда татьяна и онегин ну как же это может быть ты же там ничего не поняла ну что ты там могла понять молчу мать торжествующая ага ни слова не поняла как я и думала в шесть лет ну что же там тебе могло так понравиться татьяна и онегин ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилась татьяна и онегин все бы предпочли русалку потому что это сказка понятная ну прямо не знаю что мне с ней делать мать директору ну почему же мусенька татьяна и онегин с большой добротой директор я молча полными словами потому что любовь на обратном пути мать ругается опозорила шести лет влюбилась в онегина мать ошибалась я не вонегина влюбилась а вонегина и татьяна и может быть в татьяну немножко больше в них обоих вместе в любовь и ни одной своей вещи а потом не писала не влюбившись одновременно в двух в нее немножечко больше не в них двух об их любовь моя первая любовная сцена была нелюбовная и предопределила все мои последующие с той самой минуты не захотела я быть счастливой и этим себя на нелюбовь обрекла скамейка на которой они не сидели оказалось предопределяющий он не любил это я поняла потому и сел любила она потому и встала они ни минуты не были вместе ничего вместе не делали делали совершенно обратно он говорил она молчала он не любила она любила он ушел она осталась так что если поднять занавес она одна стоит а может быть опять сидит потому что стояла она только потому что он стоял а потом рухнула и так и будет сидеть вечно татьяна на той скамейке сидит вечно у людей с этим роковым даром несчастной любви прямо гений на неподходящие предметы это я сейчас говорю но знала уже тогда тогда знала а сейчас научилась говорить помню как я искала в архиве училища пригласительный билет на тот вечер или программу как что-нибудь но вот подобную тем которые вы видите на слайде мне для этой темы очень было важно удостовериться что же давалось именно тогда к сцена в саду в оперном варианте и в чем исполнении и так далее было много вопросом ну тогда еще свободно пускали в архивы и я провела там много времени но позволь злой ли воле или случайности весь корпус документов за 1905 год в архиве не сохранился краткое лирическое отступление имеющие прямое отношение к теме вернемся в 1982 год юбилейный цветаевский год цветаевскую конференцию первую на родине поэта организовал этот человек знакомо ли вам его лицо знакомо ли вам его имя лев абрамович мнухин один из всех за всех противу всех как говорила о себе цветаева это человек задумал и осуществил по сути самое первое в советском союзе серьезное научное собрание семинар отечественных цветоведов после многолетнего официального замалчивания имени цветаевой та двухдневная конференция по сей день живет в памяти оставшихся ее участников как настоящий праздник лев мнухин счастливый человек проживший несколько полноценных интереснейших жизней в отпущенной ему одной земной первую половину жизни инженер электрик абсолютно состоявшийся в своей технической профессии защитил диссертацию занимал высокую должность в одном из московских исследовательских институтов был автором нескольких важных изобретений серьезных а 3 июня 2020 года он ушел из жизни как один из самых крупных специалистов в области цветоведения в 60-е годы прочитав прозу цветаевой увлекшись ее творчеством и судьбой он собрал коллекцию мирового уровня все прижизненные цветаевские издания все цветаевские автографы исчерпывающая и кино и и иконография уникальная ее библиотека он ее восстановил он успел разыскать и спасти личные вещи поэта и ее круга он создал первый в стране домашний музей цветаевой на общественных началах организовывал встречи семинары в московских библиотеках когда за это еще людей брали на заметку он описал множество серьезных исследований по цветаевой и связанными с нею иммигрантами первой волны так что не случайно он при жизни получил титул зачинателя культа личности цветаевой на родине двухтомник который вы видите на экране стал библиографической редкостью задолго до там выхода в свет это уникальное издание и потережу по тиражу 500 экземпляров и по содержанию название все цветаевой это общее название всей выдающийся коллекции мнухина когда мнухин умер даже при его жизни его коллекция насытила несколько цветаевских музеев в стране собственно не были открыты потому что было на что опираться были экспонаты этот двухтомник это тайный проект льва абрамча задуманный в застойные 70-е годы он увидел свет в новом веке в 2015 году мнухину удалось сохранить и донести до нас все что говорилось о цветаевой тогда когда говорить о ней можно было только в пол голоса когда бы ее честь еще не открывали музеев и не ставили памятники когда не только все а просто ничего не сдавалось а содержание двухтомника история его создания о судьбах его авторов может быть если господь даст мне время и силы я подготовлю отдельный рассказ об этой книге и поверьте та быль наша быль которая окружает эти два тома будет поинтересней сказок шахерезады для меня этот двухтомник не просто посмертный подарок дорогого человека но лично нежданная радость для там для того чтобы вы это поняли мне нужно опять перенести вас на несколько минут в тот самый зал где за 77 лет до моего появления на нем шестилетняя муся цветаева так восхитила свою сестру дело в том что лев абрамов чмнухин предложил мне выступить на первой юбилейной конференции с какой-нибудь темой связывающей цвета его с музыкой по условиям арендатора зала училища грозы московских музыкантов директора ларисти нянина артыновой знаменитая была личность мой доклад должен был мой единственный должен был проходить именно на сцене большого зала все остальные просто в классах проходили и он должен был плавно перейти в концерт с участием студентов училища такое было требование леву абрамов чу ничего не оставалось как повиноваться потому что ни один московский творческий союз еще не был готов предоставить свой зал такого уровня цветаевскому мероприятию это было мое первое участие в научном мероприятии поэтому мое выступление было не докладом о импровизации лектора никакого текста у меня не было вообще я понятия не имела что вообще должен был какой-то текст быть что его потом надо послать организаторам для будущей публикации так далее видите я держу в руке листок с именами выступающих студентов поэтому когда я стала получать поздравления с включения моей статьи столь раритетное издание я не поверила я думала что это какая-то подстава но какая может быть статья если ее я в принципе никогда не писала о чем потом кстати сильно жалела потому что сегодня я бы уже так не написала но вот оказывается что не горят не только рукописи которые существуют но и которых в природе не существует и вот спустя 40 с лишним лет я держу в руках полный текст моего выступления оказывается лев абрамч подпольно записал все выступления на магнитофонную пленку и ночами тайно он их расшифровал поджидая удобного момента для публикации он был уверен что прошлое еще впереди это надпись цвета его сделано на одной книге и каждый текст в двухтомнике предваряет фотография докладчика с места события так что я получила дополнительный бонус такого свидетельства у меня никогда не было а вот теперь есть и вот именно тогда в октябре 82 года еще находясь на сцене меня осенило какая благоуханная тема цветаевая музыка и это был день рождения моей авторской концертной программы я родилась не в жизнь а в музыку программа составала состояла из двух частей мы с этой программой с артистами филармонии объездили всю москву и многие города страны вплоть до моего отъезда в эмиграцию в декабре 89 года вот это пригласительный билет на первую часть музыка в жизни марины цветаевой те из вас кому знакома биография цветаевой легко могут представить что первая часть особых проблем не создавала музыкальная классика в окружении трогательных детских и юношеских стихов цветаевой всегда была желанной и принималась слушателями с благодарностью а вот со второй частью марина цветаева в жизни музыки дело обстояло иначе если к песням михаила песням михаила таривердиева на слова стиха цветаевой публика аплодировала более или менее охотно то уже на цветаевские романсы шостаковича отзывалась скорее формально из вежливости но меня это не смущало история музыки меня научила что современный язык в любом виде искусства никогда не становится в одно мгновение фаворитами масс во все исторические эпохи новая в искусстве всегда и везде с трудом завоевывала себе право на жизнь в своей же современности известно как трудно пробивалась к широкому читателю и пробиваются до сих пор рвущиеся а не льющиеся то есть не ласкающие слух стихи и поэмы зрелой цветаевой и натяжкой было бы утверждать что к творчеству сергея прокофьева в полном его объеме уже протоптана народная тропа бунт с которым он ворвался в русскую музыку дерзко нарушив его ее плавное течение уже давно стал достоянием билетристики стальные пальцы стальные запястья стальные бицепсы стальные трицепсы это не музыка какой-то звуковой стальной трест а парижские рецендиенты пошли дальше когда дочка динозавра оканчивала консерваторию писали они то в ее репертуаре был прокофьев массовый слушатель и сегодня оказавшись в концертном зале на прокофьевской программе с большим энтузиазмом откликнется на прокофьевские шлягеры типа гавота из классической симфонии вальсов золушки или наташи ростовой чем на четвертую симфонию кантату семеро их или скифскую сюиту вот почему во второй части исполнители нашей программы ощущали себя менее комфортно чем в первой хотя любили ее не меньше мы понимали что вот в слуховой обиход рабочий армейской школьной птушной и даже студенческой аудитории для неподготовленного уха сродни пощечины общественному вкусу трудные стихи цвета его и позднего периода и музыка советских композиторов авангардистов раздражали слух тех кто не смог пойти дальше романсовости и ко всему новому относился с заведомо снисходительной иронией однако риск был непонятыми а возможно и осмеянными нас не пугал а напротив стимулировал творческий азарт поэтому мы бывали вполне удовлетворены если люди не покидали зал в середине исполнения сердито хлопнув дверью мы были довольны если удавалось захватить внимание слушателей и мы были счастливы когда из зала просили повторить что-то на бис или ждали у вход выхода чтобы узнать где можно достать записи музыки этих композиторов это случалось нечасто но случалось и чаще чем мы ожидали конечно главной в нашей работе тогда для всех была марина цветаева все новое что мы узнавали о ее судьбе личности творчестве каждая новая фотография афоризм эссе трогала и образовывала нас поисках музыки на стихи цветаевой я перелопачила то перелопачивала толстые музыкальные справочники рылась библиотека просила знакомых композиторов сочинить что-нибудь специально для нашей программы и они сочиняли встречалась с анастасией иванной с ее сыном с писателем марии белкиной с владимиром сосинским актерами анатолия доскиным который сохранил архив мура с дмитрием журавлёвым с литературоведами эдкиндом тагером ирмой кудровой к сожалению сфера моего узкого интереса цвета его и музыка изобилием информации не баловала тогда меня это огорчало а теперь спустя 40 лет я думаю что получи все на блюдечке не было бы в моей жизни радостных минут когда та или иная догадка неожиданно подтверждалась новым биографическим фактом или неизвестное ранее высказывание самой цветаевой было ответом на мучившие вопросы я называла те мои дневные и ночные бдения нездешними по аналогии с только что опубликованным изумительным цветаевским эссе нездешний вечер потому что на фоне бессмысленно политизированной жизни восьмидесятых утлого советского быта и махровой пошлости искусства масс любое соприкосновение с цветаевским духом тогда воспринималась как нездешняя в прямом смысле слова музыка прокофьева звучала в первой части нашей программы причем меня каждый раз поражала как органично она вписывается в контекст целого его пьесы будь то наваждение таката мимолетности сарказмы мантеки капулети рядом с шопеном шубертом рахманиновым и бетховеном очень органично звучало видимо какие-то более глубинные связи нежели внешняя фактология давали ей право прописки на одной территории со стихами цветаевой более того когда заходила речь об особенностях цветаевской поэтики именно про кофьевские пьесы они шопен и не шуберт определенные ее сонорные качества воспринимались как некий слуховой эквивалент вот попробуем произнести вслух я обожаю это стихотворение но не все его разделяют со мной давайте прощем челюскинцы звук как сжатые челюсти мороз из них прет медведь из них щерится и впрям челюсть ми на славу всемирную из льдин челюстей товарищей вырвали на льдине не то что черт его нобеле родили дитё и псов не угробили на льдине эол доносит по кабелю на льдов произвол ни пса не оставили и спасшие мечта для младшего возраста и псов и дитя умчали по воздуху европа глядишь так и льды у нас колются щекатый всты малыш за спелен этой полой полюсом а рядом сердит на гром и виктории второй уже шмит в российской истории седыми бравми стесненная ласковость сегодня смеюсь сегодня да здравствует советский союз за вас каждым мускулом держусь и горжусь челюскинцы русский она еще ничего не знала о том что знаем сегодня мы именно так через слуховой стресс они оба каждый в своей области прокофьев и цветаева боролись с идущим на поводу пошлости просломыслием именно так через взрыв и взлом пытались они разбудить заплывающего жиром потребителя массового искусства цветаева так и писала жиру лопающийся жир их лоск что не только что масло едят а мозг наш в поэмах в сонатах в сводах людоеды в парижских модах не верю стихам которые льются рвутся да под этой поэтической декларации цветаева и мог бы поставить свою подпись и прокофьев очевидно именно из-за легко улавливаемым слухом близости звучащих со сцены стихов и музыки прокофьевский фрагмент программы особенно нравился публике очень здоровый эмоциональный заряд его музыки энергетика жизнеутверждения пафос молодость мощь уверенность свежесть и даже парадоксальность мышления все это придавало всему эпизоду какое-то приподнятое настроение укореняя меня в ощущении что прокофьев и цветаева не могли пройти мимо друг друга и интуиция меня не подвела краткая справка из личного середине восьмидесятых годов в сборнике страницы прошлого появились публикации появилась публикация елены куркины об архиве марины цветаевой в ней упоминалось о четырех цветаевских письмах тридцать четвертого года композитору f.a гардману сочинившему романсы на ее стихи я конечно ничего об этом композиторе не знала вот стала узнавать фома александрович гардман русский композитор и дирижер как и цветаева покинул россию в начале двадцатых годов жил в разных странах константинополе берлине и париже умер в пятьдесят шестом году в америке работал в принстоне в биографической справке о нем я обратила внимание на одну деталь в 1900 годы он учился в петербургской консерватории у того же педагога что и прокофьев великой пианистки анны есиповой а вдруг через гардмана можно будет выйти на возможные пересечения моих героев и с этой целью я отправилась в центральный государственный архив литературы и искусства москва 1987 год с галли соответствовал тому что о нем говорили бывалые люди тюрьма не без внутренней дрожи вспоминаю угрюмое здание где-то на отшибе жизни гнетущая тишина в приемной все говорят шепотом подозрительно оглядываясь по сторонам изложив свою просьбу секретарю услышала отрывистая ждите через несколько минут ко мне подошла женщина небольшого роста хрупкого телосложения из-под очков неприветливый как мне показалось взгляд потом встретившись в америке я убедилась как иногда ненадежно бывает первое впечатление елена баурджановна коркина исследовательница и публикатор творческого наследия марины цветаевой самый главный текстолог и архивист по цветаевой она провела последние шесть лет жизни ариатный фрон рядом с ней была в очень близких отношениях ну я начала с гардмана не могу вам помочь архив опечатан и доступа к нему физически нет а вы не помните о чем пишет цветаева в этих письмах ну если мне не изменяет память это не письма короткие записки гардман очевидно пригласил марину ивану на вечер где должны были исполняться ее роман сына и его романсы на ее стихи она пойти не могла знаете это скорее даже не записки а вежливые отписки она какие стихи написаны романсы не помню архив то огромный тогда я перешла к прокофьеву описала ей нашу программу и вдруг не меняя ни тона не манеры поведения моя собеседница вдруг сухо произнесла подождите я сейчас вернусь вернулась она действительно очень скоро руках общая тетрадь по моему в клеточку исписанная чернилами прочитайте вот отсюда досюда тетрадь выносить нельзя через 20 минут я за ней вернусь а переписать можно нет только необходимые пометки то что я никому не должна была рассказывать о прочитанном подразумевалось само собой позже узнав о моем походе литературовед евгений борис тагер воскликнул поздравляю сами без вызова явились в приемную кгб в другой раз показывая адресованные ему письма марины и ванны на вопрос куда он собирается их отдать будущем он ответил только не в цгале ведь это же тюрьма из которой бумаги выпускают только по высочайшему повелению начальство которое находится на луданке будущее к сожалению не заставила себя долго ждать вскоре евгений борисович умер а его бесценный архив с несколькими рукописными тетрадями цветаевой по иронии судьбы сейчас как раз хранится в цгале ну что ж вернемся в приемную архива можете ли вы представить что я испытала вникнув в строки аккуратным почерком выведенные чьей-то любящий цвета его рукой отсюда до сюда это подробное на две с половиной страницы описание встречи цветаевой и прокофьева близкого друга обоих близкого друга марка львовича с нонима которого вы видите редактора журнала воля россии в которой печаталась все цветаевой платилась все что только он мог для нее выбрать он был очень большим ее другом когда-то марина цветаева сказала подруге как меня будут любить читать что любить через сто лет так вот марк львович с ноним любил ее при жизни любил как поэта и восхищался ее человеческими качествами и немало добрых деяний он для нее совершил одно из них его дружеское посредничество в том чтобы два великих соотечественника не разминулись вскоре в том же 1987 году мне в руки попал третий том американского собрания сочинений цветаевой 1983 года в нем полностью опубликованы воспоминания слонима о марине цветаевой и на мой взгляд это лучшее что написано современниками о цветаевой вот по этому изданию я и цитирую вот что я прочитала это медон где происходила встреча у меня сохранились заметки о поездке в медон в тридцать первом году вместе сергеем прокофьевым пишет слоним он знал стихи марина иван и восхищался ими говорил что в них ускоренное биение крови пульсирование ритма а я напомнил ему его же слова это сердце моё искрою магнетической рвет метр мы ехали из парижа в машине прокофьева его тогдашняя жена лина ивана сидела позади все время переругивалась с мужем полу испанка полу русская она свои замечания вносила в южный пыл и северное упорство впрочем в одном она была права прокофьев был никудашним водителем на обратном пути из медона он на бульваре экзельманс въехал в пилястр воздушной железной дороги и чуть нас не убил марина ивана была очень рада нашему посещению накормила нас супом читала свои стихи и много шутила когда прокофьев разговоре употребил какую-то поговорку марина ивана тотчас обрушилась на пословицы вообще как выражение ограниченности и мнимой народной мудрости и начала сыпать своими собственными переделками где прочно там и рвется с миру по нитке а бедный все без рубашки береженого и бог не бережет тишь да гладь не божья благодать тише воды ниже травы одни мертвецы едешь тише едешь никуда не приедешь ум хорошо а два плохо лучше с волками жить чем по волчьи выть прокофьев хохотал без удержу лина ивана улыбалась нисходительно а сергей яковлевич одобрительно и в конце вечера прокофьев заявил что хочет написать не один а несколько романсов на стихи марина ивана и спросил что она хотела бы предложить быть переложенным на музыку и она прочла ему свою молвь емче органа и звонче бубна молвь и одна на всех ох когда трудно и ах когда чудно а не дается эх ах с эмпиреев и ох вдоль пахот и повинись поэт что ничего кроме этих ахов охов у музы нет на и насыщеннейшая рифма недр на и низший тон так вперед вспыхнувший сломивью ахнувший соломон ах разрывающееся сердце слог на котором рут ах это занавес вдруг разверстый ох ломовой хомут словоискатель словесный хахаль слов неприкрытый кран эх слуханул бы разок как ахал в ночь половецкий стан и пригибался и зверем прядал в мхах в звуковом меху ах да ведь это ж цыганский табор весь из луной верху все жеребец наш и нас через ржет привкушая бег все напоровшись на конский череп песнь заказал олег пушкину и раскалясь в полете про богатырских тьмах неодолимые возгласы плоти ох эх ах прокофьеву очень понравилось стихотворение особенно первые две страфы а воображение спросил он разве не это самое главное у музы и тут завязался спор марина ивана утверждала что не одна поэзия а вся жизнь человеческая движется воображением колумб воображал что между ним и индией вода океан говорила она и открыл америку ученые не видя находят звезды микробы а тот кто вообразил полет человека был при тече авиации и нет любви без воображения так что же по вашему спросил прокофьев это озарение нет это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое прокофьев потом признался что был согласен с цветаевой но нарочно вызывал ее на беседу когда он заметил что она слишком абстрактно представляет себе воображение она обычной скороговоркой но отчетливо выделяя слога сказала что воображение значит во воплощение образа а также пред чувстве пред угадывание и она конкретно они абстрактно потому что раскрывает существо предметов а не просто их описывает и закончила со смехом зри в корень но не по кузьма прудкове и прибавила а вот сюрреалисты для меня пожалуй слишком абстрактны на обратном пути прокофьев с восторгом говорил о том с каким напряжением и силой марина ивана все воспринимает даже не очень важно а потом с таким же азартом начал обсуждать какие стихотворения лучше всего подойдут для пения встреча прокофьевой цветаевой меня ошеломила содержательностью диалога остротой ума обаятельным юмором атмосферой понимания и доверия но главное возможным ее творческим результатом сергей сергеевич как известно был приверженцем железного порядка а его деловитости пунктуальности слагались легенды известно что все задуманное он всегда доводил до конца а то что по каким-то причинам откладывалась со временем использовал в других сочинениях значит идея обнаружения вокального цикла или хотя бы одного двух романцев прокофьева на стихи цветаевой казалось вполне реальной надо было только разыскивать лину иванну прокофьева единственного из оставшихся в живых участников этой встречи кроме того она была ведь певицей и свои вокальные сочинения в основном прокофьев писал для нее и она конечно не могла не быть посвящена во все детали творческого замысла мужа лина ивана жила в лондоне с младшим сыном старший оставался в москве и от него я получила ее номер телефона сама я к тому времени пребывала в многолетнем режимном отказе и звонок в лондон мягко говоря властями не поощрялся но охота пуще неволе звоню о чудо с первого раза на проводе лондон соединяю затем долгая пауза и вдруг лондонский абонент отказался от разговора и повесил трубку разъединять я терялась в догадках дело в том что в англию лина ивана уехала затаив душе глубочайшую обиду на россию за все что и пришлось не пережить развод после 16 лет счастливого брака с прокофьевым обвинения в шпионаже 9 лет сталинских лагерей наконец несправедливый по ее мнению отказ советских чиновников от культуры на право быть похоронены с ним рядом вот так она уехала доживать свой век за границу но я потом поняла что никто не вешал трубку а просто ее уже не было в живых ни из вены не из италии у меня не было возможности ей позвонить мой первый звонок из бостон то есть она была уже очень тяжело больна и вот первый мой звонок из бостона за рубеж был в лондон и вот мне сказали что ли на ивана нет она умерла 3 января восемьдесят девятого года и по завещанию была похоронена в париже в одной могиле с матерью прокофьева так как я нигде не могла найти изображение этой могилы я просто их соединила вот мария григорьевна прокофьева и лина ивана прокофьева ну что же делать счастье было так возможно так близко но увы единственная ниточка по которой была надежда выйти на искомый след оборвалась навсегда и теперь мне оставалось только одно внимательнее внимательнее вчитываться воспоминания слонима пытаясь найти ответы по крайней мере на другие интересовавшие меня вопросы ну так например был ли знаком прокофьев с поэзией цветаева если был как не относился основным дает на это ответ в первых же строчках своих воспоминаний прокофьев не только знал стихи цветаевой но и восхищался ими причем не абстрактно конкретно за ускорение ускоренное биение сердца пульсирование ритма это он прокофьев был инициатором встречи он сергей прокофьев желанный гость самых престижных концертных залов мира откладывая дела и едет к цветаевой в ее убогое жилище под парижем в назначенный ею час о том знала ли цветаева музыку прокофьева и если знала как относилась к ней слоним прямо не говорит но мне кажется что сама тональность их встречи косвенно на это отвечает в 1931 году пишет слоним положение марины ванны сильно ухудшилось во всех отношениях она болела от малокровия и плохого питания у нее вылезли волосы денег совсем не было да этот год был особенно трудным для цветаевой он был переполнен тревогами человеческими потерями тягостным расхождением семье сергей яковлеч подал в консульство в советское прошение о советском паспорте и ждал ответа обидами безденежьем чувством безысходности ее психическое состояние находилось на грани клинической депрессии марина ивана не улыбчиво замкнута никого не хочет видеть избегает любого даже дружеского общения непосвященные принимают ее неконтактность за невоспитанность и сторонятся ее и вдруг встреча полное светлого озарения как не похоже цвета его описанная слонимом на ту сухую и замкнутую женщину о которой пишут все встречавшиеся с ней в это время она рада гостям она кормит их супом она охотно читает им свои стихи каламбурит шутит смеется и заставляет смеяться других она словно выкупается в так редко выпадавшей ей роскоши человеческого общения который может одарить только равный собеседник и вот стоило ему появиться посреди всей ее житейской жути как блеск ума и интеллекта стремительность движения ее мысли афористическое изящество ее выражения буквально на глазах преображают марину ивану и мы видим ее столь же очаровательной и неотразимой какой она умела бывать в молодости ну результат не замедлил сказаться про кофе хохочет про кофе в восторге про кофе хочет писать музыку на ее стихи но чем же еще как неживым интересом к собеседнику можно объяснить такой внезапный выход цвета его из депрессии что же еще как немгновенное на уровне интуиции свой по общности происхождения воспитания детства но главное творец собрат по струнному ремеслу ощущение двойной родности любимое слово цвета его что же еще могло заслонить безнадежность и глубокую тоску давно поселившуюся в ее доме цвета его говорила о себе поэте меня вести можно только на контрастах то есть на все присутствие всего я много поэтов а как это во мне спелось это уже моя тайна про кофьеву прямому антиподу цветаевой по типу личности и судьбе безусловно один из этих многих поэтов любящий шутку способны к самоиронии озорству творческому бунту должен был быть ей близок и наконец последнее поэты по-разному относятся к использованию своих стихов в качестве подстрочника к музыке одним это льстит другие как иосиф бродский страдают от чужой интонации навязанной внутреннему строю его стихов а третьи сами с удовольствием распевают собственные строки под чужую музыку как александр сергеевич свою черную шаль на мотив верстовского стихом цветаева композиторы начали обращаться еще при ее жизни сегодня музыкальная цветаевиана один из самых обширных разделов современной музыки в ней присутствуют практически все жанры от симфонии до окопельных хоров от оперы до авторской песни в ней представлены сотни имен от корифеев музыкального искусства до безумян безымянных голосов из народа которые в обход строгих запретов одними из первых в россии начали распевать стихи цветаевой под гитару прокладывая им путь к читателю из народа стихам цветаевой как же сама цветаева относилась к подобному сотружеству но не та цветаева которая как я говорила одной из самых любимых вещей в мире на первое место ставила музыку не та которая называла себя не иначе как певчей певицей а та которая ценила слово свое не на вес золота а на вес крови не пугало ли ее вторжение другой интонационно-ритмической стихии в ее владение я думаю что живой отклик цветаевой на желание про кофе вы писать романсы на ее стихи ее готовность предложить какие конкретно она хотела бы услышать переложенными им на музыку ну это ли не красноречивый ответ но может быть подобная реакция подумала я была вызвана особым положением про кофе его избранностью его шумной славой нет и подтверждением тому письма к фамилию александровичу гардману о которых шла речь выше одно из них от 2 марта тридцать четвертого года было недавно опубликовано из него мы узнаем что цветаева действительно была приглашена на домашний вечер где супруга композитора должна была исполнить несколько романцев на ее стихи марина ивана не смогла посетить вечер за болезни сына но отношение свое к самому факту обращения композитора к ее поэзии выразила определенно вряд ли можно назвать отпиской то что она написала а написала на вот что с большой радостью и признательностью приеду к вам послушать вас по моему поводу или себя в вашем восприятии сердечный привет вашей жене заранее радуюсь ее пение задолго до встречи с прокофьевым цветаева писала человеческая беседа одно из лучших наслаждений в жизни а даешь самое лучшее душу берешь тоже взамен и все это легко я хочу легкости свободы и понимания сергей сергеевич прокофьев подарил марине цветаевой это редкое наслаждение он сумел создать атмосферу в которой она пусть на небольшое время но обрела легкость свободу и понимание и он дал ей возможность еще раз пережить счастливые минуты нездешних вечеров ее молодость спасибо да марина спасибо большое то есть вы закончили это это было так как-то так захватывающе вы так правда и не сказали насчет того что она написала а он сори написал но может быть это вы потом расскажите или или вы специально это оставили на будущее конечно спасибо огромное но хорошо значит теперь у нас есть вопросы так и осев пожалуйста вопрос у меня не вопрос у меня сначала небольшой комментарий такой вот вы это говорили там запятая и но потом вы сказали антипод и вот значит они в самом деле антипод и все таки ну конечно оба были там гениальные и все прочее но вот по своему отношению вот ну 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 прямо скажем что про кофе пошел пошел по пошел во служение там писал стали ну здравец и там ну и и много чего такое делал ну ну при всем этом был конечно гениальный композитор ну никогда него невозможно это представить чтобы подобное сделала святаева то есть вот все писали там там ну здравец и не здравец и но писали там и и и пастернак там и мандельштам там и ахматова ну ахматова может быть вынуждено было но все таки невозможно представить чтобы цветаева что подобное сделал то есть но в то же время это вот то что союз и который вы говорите конечно что то в них есть вот вы их я не знаю вот в музыке про кофе его и в музыке стиха цвета его и можно наверно ну найти сопоставление но все таки вот я не знаю я не слышал во всяком случае написал он эти романцы или там какие-то значит свои сочинения на на стихи цветаева но он писал на стихи бальмонта и это очень характерно вот потому что вот это то же самое будем будем ли солнце бальмонт тоже конечно очень большой поэт но такой знаете поверхностный не так не глубокий поэт то есть нельзя вообще это какие-то параллели проводить хотя цветаева любила бальмонта но никакие сопоставления не по-моему не подходит и вот мне кажется что про кофеев как композитор ну хотя очень конечно современный в то время вообще не обыкновенно современный в то время даже сейчас кажется современный он все-таки не глубокий нет у него такой глубины ну может быть как где-то есть но по-моему все-таки нету и вот вот что он на этот счет думаете если вы ждете от меня что я там кого-то из них легну то не дождетесь если подумать я думаю что все таки вы ну что ли не не до конца прожили вместе с прокофьевым последние годы а то что он писал здравится это же особый совершенно был человек совершенно было все равно на что писать он ставил перед собой задачу написал гениальное произведение из-за того что он произведил это сталина целые поколения выросли не зная этой музыки поэтому да они были очень разные но кстати говоря я вот предлагала тоже может быть вместо этой темы письмо цветаевой сталина она тоже писала сталина и так писала как ахматова но все равно писала я не я не совсем понимаю что вы от меня ждете что я думаю я все сказала я разобрала это да они они во всем были разные понимаете цветаева говорила я не представляю как можно ехать в страну в названии которой нет ни одной гласной ссср а прокофьев все гласные выбрасывал и свою фамилию подписал пркф и его дневники очень трудно было расшифровывать потому что он всегда убирал даже в этом понимаете они были они во всем были разные но вы видите как при этой встрече ясно было как они были нужны друг другу когда все это отметается и когда остается мысль и творчество вот об этом интересно говорить он никого не предал он ни на кого не написал донос он не об этом я не говорил что он был знаете как как галич сказала пастернаки как мы радуемся все сволочи что он умер своей постели то же самое можно сказать о прокофьеве он не должен был при его здоровье умереть в 62 года от инсульта упасть на улице потому что он понимал куда он попал он не должен был эти свой дневник он закрыл в сейфе он уничтожал все а потом в пятьдесят втором году он начал вести дальше продолжал вести дневник это вообще это день и ночь тоже его потрясающий литературный стиль извините но были же разные судьбы ну так конечно разные а что скажите пожалуйста вы сейчас вот что хотите чтобы я вам о чем как я думаю я еще от вас не хочу я тогда рассуждайте сами я хочу сказать тоже были разные судьбы и вот рахманинов то есть почему прокофьев вернулся в россию потому что в россии было намного легче не нужно было постоянно это вы исполнять концерты вот как рахманинов рахманинов же тоже величайший композитор но был вынужден постоянно это как пианист как пианист это из травинский тоже но они не вернулись в россии прокофьев вернулся в россию потому что он понимал что там будет намного легче намного легче ему жить ему было там намного легче он жил там прекрасно я только это хочу сказать он же не хотел устроиться судомойкой там или кем-то еще как как святаем он прекрасно жил ну да там при сталине это непредсказуемая судьба это вот он попал подждалова и все прочее но это уже как говорится и оси по сути говоря не очень да тоже я тоже не очень понимаю вот вот все поинт то что у тебя судьба или что-то вы упрекаете что-ли про кофе ну так многие вернулись и она в конце концов вернулась не забывайте она была вынуждена правильно мы давайте обстоятельств был миллион слушайте совершенно разные совершенно разные люди совершенно разные да ну таки что марина же хотела сказать о том что было в них общего и сделала разыскать да конечно разные но это не есть повод для как бы сказать дискуссии но понятно да разные вы знаете я вот сейчас думаю как мне так ответить на ваш вопрос так нет вопроса я не верну как бы вы сказали что вы об этом думаете я вам скажу так удовлетворит вас это или нет я не знаю про кофе вернулся чтобы написать седьмую симфонию которую я вот сейчас переслушиваю всю неделю я ничего не читала я вот слушала музыку про кофе и я сижу рыдаю потому что как я могла тоже так думать как вы какое вообще мое дело вернулся почему вернулся почему разошелся почему женился это что такое вообще разве это уровень в общем даже ну такой застольной беседы может быть мы говорим о про кофе ве такого гения больше в двадцатом веке нету не было и непонятно когда будет не ну как ну конечно он был гений ну так вот поэтому давайте же об этом говорить что у вас в его музыке узнали ли вы всю музыку например которую не отрицает что он был гений никто не отрицает он был гений хорошо иосиф ну давайте это рахманинов же тоже гений но не вернулся он не вернулся он не вернулся но он ну так сказать очень мало написал в америке ну потому что он и ему нужно было работать не потому иосиф не потому дорогой потому что существуют у творцов существуют вещи которые нам непонятны потому что вот услышав эту русскую песню он принял решение уехать это на таком уровне происходит когда ну непонятно нам мы мы сейчас вот говорим с вами о том самом простомыслие против которого они боролись простите пожалуйста все ведь может объяснять чрезвычайно просто человек любил свою страну и вернулся какая бы она ни была но слушайте это скапливается все это же все почему обязательно говорить о нас которые вот взяли уехали там и тогда давайте много рук поднята давайте мы все таки эту тему закроем хорошо спасибо да владимир добрый вечер добрый вечер ну во первых я должен сказать что меня в общем-то поразила тема доклада смелость марины которая сопоставила две таких как я до сих пор считал несопоставимых личности хотя я должен сразу признаться что я далеко не специалист не в творчестве цвета вины тем более творчество про кофе вины я думаю еще очень много будет хвалить доклад марины более квалифицировано чем я я же хотел сказать о двух вещах которые меня царапали в этом докладу первое иллюстрация творчество цвятаевой стихотворением о челюске не да цветаева не знала конечно и не могла знать историю этого парохода челюскин но мы-то уже знаем что челюскин это был конвойный пароход для заключенных которых везли на пароходе мне кажется пенега мы знаем что папа этой самой знаменитой карины с которой все детям мои ровесники носились которая родилась в карском море был начальником охраны меня поэтому удивляет как человек который так тонко проанализировал взаимоотношения прокофьева и цветаевой как так хорошо говорила цветаев прокофьев мог проиллюстрировать цвета этим стихотворением которое кончается словами мы русские кто мы русские охрана это первое теперь второе мне немножко не хватало рассказа о первой жене прокофьева и вы знаете марина когда вы сказали вскользь что она уехала в лондон младшему сыну я подумал что это очень хорошо чтобы они не вспоминали потому что и особенно когда вы сказали что прокофьев никого не предал прокофьев предал своих детей дети для того чтобы увидеться с прокофьевым должны были его заранее уведомить и он писал им в ответ я это приму к сведению как это можно сказать что прокофьев не был предателем это не имеет отношения к его гениальности как композитора не имеет отношения к его музыке но если мы уж говорим о прокофьеве предателю или нет и если мы уж сказали о первой жене прокофьево то она была не лина ивановна прокофьева она была каролина кодина это женщина с такой трагичной судьбой которая вообще я не знаю хватит на сотни исследований в общем я конечно очень благодарен за доклад я узнал для себя много интересного я рад что вы нашли в себе силы время проделать такую серьезную работу но я просто посчитал необходимым упомянуть и двух вещах которые меня царапнули спасибо большое спасибо марин хотите ответить в общем то я тоже могу сказать на этот счет насчет челюскинцев ну это охранники были вертуха и болоте послушайте когда вы это узнали это же было все даже и люди советские узнали марина ивановна об этом не знала да марина ивановна знала о другом я не знаю ваше общество вы что об этом знали я об этом знал так а я же пишу о ней а не о себе я вам скажу что марина ивановна в этом стихотворении еще раз доказала высокую нравственность ее личности когда она газеты в руки не брала она ненавидела газеты на почитать ее стихотворение читателям газет изумительное совершенно вот газет только экзема она говорила да когда она узнала что на льдине погибают люди неважно какие какой национальности она не отходила от газетного киоск она все время как весь мир кстати говоря следил за тем что происходит трагедия и там ребенок и там так сказать вся эта команда это трагедия это мы настолько сейчас уже стали привычными к тому что что угодно и атомная бомба тоже пожалуйста в этом районе будет в этом понимаете поэтому вы не представляете себе что такое для нее было когда они не только спасли людей а когда они еще раз вернулись рискуя жизнью на дрейфующую льдину чтобы забрать собак она не могла собачница она не могла не откликнуться на это это вырвалось у нее стихотворение она благодарна неважно и а что у нас нет возможности нету права какими нибудь я сейчас вам сотни примеров приведу русских людей которыми я могу гордиться их поступками почему возникают такие вопросы когда по-русски все написано европа я ответил никто же не по никто же не помог а именно они поэтому у меня совершенно не возникает и вот это вот я ведь я так постоянно актриса но я так постаралась прочитать это чтобы уж не было этого вопроса я поменяла тональность поменяла все я сказала сегодня да здравствует советский союз восклицательный знак а дальше сегодня смеюсь сегодня да здравствует советский союз ну четко же сегодня тире а тире это знак в который она писала пастернаку борис моя точная стоимость это тире которая заполни глубоким вздохом это гора и большое тире которое заполни глубоким вздохом вот у нее он здесь сегодня смеюсь сегодня да здравствует советский и если бы сегодня у меня была возможность гордиться кем-то там я бы с удовольствием это делала и тяжело переживала смерть набального потому что считаю что это действительно трагедия библейского уровня больше нету никого поэтому я не понимаю потом все же люди гордятся вы нет она да и и я то я этот ее пафос разделяю когда люди проявляют себя людьми можно только радоваться а ей ничего и всегда было только это нужно марина я видимо не очень точно расставил акценты у меня нет абсолютно ну смешно вы спросили как она могла нет нет я спросил не как она могла я спросил как вы могли а что я я люблю вы что знаете о челюскане вот вы сейчас сказали что они вернулись чтобы забрать собак да но вы не сказали что людей на пенеге оставили во льдах вы знаете что если я буду писать статью я может быть сделаю сноску хотя это не мое дело это не относится к тому о чем я говорила не надо мне кажется не надо обсуждать того чего не было давайте обсуждать то что было и может быть не было владимир извините пожалуйста ну подумайте сами о чем идет разговор цитировала стихотворение 31 года и восприятие событий 31 год вы сейчас говорите что она марина должна была сказать о том что мы знаем применить а зачем нет все совершенно нет а зачем а не должна была марина не могла этого знать меня я говорю о марине цветаевой но марина кацова знала достаточно блестящих стихотворений для того чтобы не 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 иллюстрировать ее стихотворение где она прославляет подлость не зная цветаева этого не знала мы это знаем если бы цветаева сейчас или тогда что-нибудь узнала она бы такое написала чтобы камни за наверно наверно я сказал я но хорошо хорошо давайте это меня удивляет этот разговор а второй вопрос я сейчас уже забыла даже какой второй вопрос что про кофе был плохой человек что он оставил детей он был предатель а не оставил детей опять таки я хочу просить свою позицию я не ханжа он полюбил другую женщину он женился на ней они жили он был счастлив на здоровье но при этом мерзко относился к своим детям не по моему мнению а по общепринятому мнению поэтому когда мы говорим что он гениальный композитор смешно было если кто-то возразил но когда я слышал что они был предателем что никого не предал я говорю нет он предал своих детей и это по вопрос ясен марина есть комментарии ну какие комментарии он полюбил эту женщину он действительно был счастлив и очень был несчастлив я не женщине я дети минуточку о детях детям было 24 и 19 дети вы почитайте воспоминания детей они все пишут он заботился о детях он делал все что можно уезжая в эвакуацию он предложил линии ванне чтобы она ехала вместе с ними она сказала с этой женщиной рядом не поеду она осталась в москве ну как мне даже не хочется так после общем этого доклада все это ну мари не волнуйтесь о линии ванне я очень много говорю ну так сказать во второй части она не обижена ну хорошо ответ ясен владимир вот такая точка зрения а потом возможно будет развитие вообще называть семейные всякие дела предательством я бы как бы тоже семейных опять-таки игорь я не о семейных делах я не ханжа я не но небо дети на этой женщине все высокий класс но я говорю о детях которые ранее ну в общем я это уже сказал ну да тому примеров миллион конечно ладно хорошо спасибо владимир михаил пожалуйста да окей я к сожалению позже пришел начала не слышал ну марина вы как всегда великолепны своем жанре все это очень интересно и сама тема совершенно необычно мы как раз женой вчера пытались собрать вообще все что мы знали знаем где когда как какая связь почему про кофе цветаева и пропустив начала вот я думаю может быть вы упоминали о каких-то дореволюционных встречах были они или нет не нашла ничего ну у меня только два момента я не хочу возвращаться к тому о чем сейчас был разговор я вообще не собирался об этом говорить но все же скоро володя чижик об этом сказал у меня про кофе лук как композитору конечно не может быть никаких претензий хотя седьмая симфония я не знаю там есть очень много как бы это сказать измышленного больше чем прочувствованного так скажем но как человеку конечно у меня к нему очень большая претензия потому что предал он в основном не детей а предал он лину потому что он пальцем не пошевелил для того чтобы хоть что-то предпринять каким-то образом куда-то пойти кому-то что-то сказать но это так сказать история оставим это что я хочу о нем добавить вот вы говорили о про кофе ве как не спровергать или там это скифство конечно все это но я хочу сказать что в двадцатом веке когда мелодия практически потеряла свое значение как главное эмоциональное выражение музыкальных идей именно про кофе оказался наилучшим мелодистом вот вот это хотел сказать много парадоксов конечно михаил я была бы очень вам благодарна если бы вы меня могли направить сослаться откуда вы знаете что он ничего не делал для спасения лины ванны откуда это где вы это почерпнули но это как-то общее представление в воздухе говорят говорят но я где-то что-то об этом читал конечно об этом нигде вы не могли вся литература которую я все он перелопатила нигде никто может быть сразу скобки идут и многоточие так что нет этого нету но у меня есть просто живые разговоры допустим там стиха николаевичем хрениковым степень с людьми которые жили тогда и которые действовали значит это неправда он делал все что он мог а если вы еще вчера с женой рассуждали пытались вязать то вы не могли не понять что случилось феврале с в начале февраля сорок восьмого года в какой он попал но это конечно мы все знаем и поэтому все понятно я тоже мама у меня тоже есть сын и я понимаю что такое предательство или детей или родителей но ведь это же но невозможно же ничего сделать и дети вырастают такими какими они вырастают мы ничего не можем сделать и мы можем не понимать а он был еще связан вы не забывайте он же жил на николиной горе это же правительственные правительственное место кроме всего прочего еще есть всякие другие вот я нашла книжку серова который приехал сюда виктор серов сорок восьмом году в архиве вот недавно опять ее смотрела внимательно я все когда давно ее читала я пойду ну все это все понятно он все объяснил вот сейчас наконец я сейчас опять пошла на английском языке я посмотрела ничего подобного опять это все говорят москва полнилась слухами что мира александр была приближена к кремля буду сейчас это все рассусоливать это все неизвестно и не нужно множить это все но понять что у нее отец еврей профессор экономики которого который всего боялся тоже вокруг вообще мы же даже не можем себе представить как они жили и поэтому у него с одной стороны стали жданов он ничего сделать не может он сказал вы знаете прокофьев говорит это фильме рассказывает растропович что он у него спросил сергей сергеевич вы не жалеете что вы вернулись он сказал нет я бы там умер от академизма я бы не смог писать там то что я не ромео и джульетту не все не стуль седьмой симфонию извините но я в этом смысле никакой надуманности нет меня надуманность меня бы не заставила плакать я чувствую другим местом поэтому и вообще эти вот вальсы к евгению онегину это вальса ростова наташи ростовой боже мой ну это же такое счастье и это только мог счастливый человек вот и как же мог вот этот человек который вот так разрывался как он переживал как он мучился от того что да он лину привез причем не он привез лину лина настаивала лина больше хотела чтобы он лучше зарабатывал и лучше же жили в хороших квартирах и так далее лина иванов это совсем тоже другой это антипод марины иваны тоже но но во второй части может быть что-нибудь не удастся собрать вот еще один вопрос который о котором я забыл я как раз вчера нашел вот материал слонима который вы в чайке поместили в свое время и у меня был вопрос вот я поместила слонима ну да нет все что вы сегодня рассказывали я вчера читал а вы читали в чайке ну да чайка конечно вы говорите слонима я думала что но это матери материал-то о встрече это слонима пересказ марка слонима я думала вы про не 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 так что у меня вот был вопрос все время виселка пока я это читал вы говорите что вот вы звонили и не дозвонились но ведь телефон то вы получили от сына почему через него нельзя было позволить ну во первых мне не удобно было его об этом просить во вторых я была же в отказе я стеснялась общей тени своей боялась и стеснялась потому что я была на идеологическом фронте не же приписать все что хотите и и приписывали их и приходилось и еще наивно записи делала чтобы на всякий случай можно было что-то доказать кому поэтому я например даже даже я но не стреляна и не пугана никакая вы понимаете когда я ездила по москве и в автобусе или там троллейбусе я вдруг видела афишу что в доме ученых выступает и большими музыковедами я пряталась сама прятала себя в шею туловище чтобы не дай бог кто-нибудь запах узнает что это я это я и что я вот враг народа поэтому это это при том что это было уже полная гласности свобода и что хотите и мандештама можно было делать и так далее но это же в сидит в человеке самом кто рука у каждого свой уровень генетического страха поэтому я даже не хочу это вообще обсуждать это время ужасно ну во всяком случае спасибо на меня и в кгб вызывали да конечно было дело в кгб вызывали спрашивали откуда я знаю что цветаева покончила собой ничего себе такие вопросы у них были такие вопросы были у них 80 четвертом году вот и у меня была целая история я сказала этому человеку что я у меня выскочила совершенно из головы вообще я я так нервничала что он мне сказал да что же вы так волнуетесь да вот пойдите вот хорошие есть хорошая платная поликлиника там хороший психиатр он нас успокоит не надо давайте что вы хотите я хочу узнать откуда вы знаете я говорю вы знаете я это прочитала в книжке анастасии ванны я помню что я это прочитала у нее очень хорошо а вы мне можете сказать какая страница я говорю конечно дайте мне ваш телефон я вам позвоню и скажу не дал телефон я прибежала домой схватила эту книжку сорок первый год сразу эти в концу видео еду в конец ничего нет где же я это читала вот цвета у анастасии написано марина погибла никак не что погибла в сорок первый год я стала просто еще читать и читать у меня схожу с ума я тут это читала я помню как я у меня сердце становилось когда я это читала и я нашла анастасия иванова была тогда ссылки и долго очень ничего она не могла узнать от марине и когда она узнала что марины нет как марина погибла она начала бомбить всех родственников просьбой сообщите мне что случилось марина тогда могла быть бомбежка тогда могла бы что угодно как что с ней и и никто не решался сказать пока месть сестра сергей якольча елизавета якольная фрон которую они называли солнцем и фроновской семьи известный человек очень актриса она дала телеграмму анастасии ванны марина погибла как наша мама а наша мама повесилась когда пришла домой увидела что повесился ее сын младший костик и она его сняла и повесилась на том же гвозде и хоронили вместе и вот так родная сестра анастасия иванова узнала что случилось марин я ему позвонила и сказала страницу я вам скажу но вам надо прочитать всю книгу для того чтобы понять о чем идет речь но это я такая смелая потому что это был 83 год был горбачёв была раиса максим на которые уже ездили по москве и спрашивали там экс меня по вызвали тоже куда-то спросили парень проведу ли я в них экскурсию и так далее я боялась потому что тут же узнается все одно одно один звонок и все ясно кто я и что а мы работали филармонии на договоре и поэтому я не должна была ничего туда сообщать но каждый раз когда меня вызывали в отдел кадров я понимала что будут расторгать и договор наверно ну в общем всякое было может быть может быть тоже надо что-то об этом написать потому что то что я сейчас слышу про эти 90 и эти споры можем ну вот хорошо михаил вопросы или все уже да да у меня все я просто хочу сказать спасибо за открытие в общем то совершенно неизвестных вещей спасибо михаил да сергей и наташа марина я хочу просто поблагодарить вас за блистательную презентацию и обсуждение такого рода как возникло у нас это в общем результат такой интереснейший необыкновенной информации которую вы так интересно подавали поскольку я знаю что вы знаете все эти витаевой больше чем кто-либо другой на свете и вообще знаю вас как блистательного человека хочу просто поблагодарить и сказать что все вопросы вокруг вашей сегодняшней презентации только возвышают что говорится мое личное сереже на то же мнение о вас спасибо огромное и горю конечно который такого рода презентацию устроил потрясающе совершенно спасибо большое спасибо спасибо я здесь ни при чем так с раиса извините да да слышно вас елена вы будете говорить да ко мне я не расслышу чтобы обращайтесь ко мне марина как всегда большое спасибо большое спасибо и что я хочу сказать сейчас уже много говорили говорили за потрясающую новую неожиданную тему я хочу сказать не не а даже не о том о чем говорила марина что было необыкновенно интересно как всегда о том как это всегда подается и как это рассказывается и даже ее ответы потом на вопросы это всегда настолько пропущено через восприятие понимание самой марины я говорю о марине кацевой это всегда бывает буквально пронзительно подано так что пронзает тебя это настолько прочувствовано продумано и за многие годы накоплено и потом выплескивается такой выразительнейший рассказ никакой лекции ничем не назовешь что это остается впечатление не только сказать сама тематика а впечатление от того как это рассказано совершенно неизгладима большой тебе поклон марин за это спасибо большое это очень теплое выступление да саша пожалуйста он мьют лучше он мьют на кнопочку нажми внизу слева у всех получалось ну вот вроде он мьют да 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 спасибо большое за выступление на самом деле я как бы слушал вас с самого начала несколько скептически думаю что вы так будете их как бы их сближать сближать а потом скажете что они как-то ходили по одним улицам там в одном большом городе жили в одном государстве там оказались в париже в одно время и не встретились и не знали друг друга а выяснилось что все наоборот то есть такой детектив получился если и почему же они знали друг друга потому что прокофьев обратил внимание и читал стихи марина цвета вот это меня поразило и тогда я подумал но ведь марина цветаева не было же самой известной поэтессы ну даже скажем после семнадцатого восемнадцатого года были там и но более известные имена не в тот смысле известные как бы более принятые более публикуем публикуемые там пастернак ахматова да и может быть и мандельштам был тоже все таки частый печатан у него было уже много практически его сборники шли все и в двадцатые годы шли вот а цветаева вынуждена была уехать за границу вот у меня вопрос а кого же еще знал прокофьев знал ли он кого еще вы в случае вы не знаете на кого еще он обращал внимание вот то что он обратил внимание на стихи цветаева это как раз очень понятно то что вы очень точно все это описали вот эту родственность их каких-то внутренних биологических ритмов а вот кого кто-нибудь еще там неизвестно это или это просто как-то еще не проясни но но вообще-то кое-кто есть есть то есть то есть то есть ахматов ахматово цикл я даже думала сегодня закончить последним сероглазым королем уж то так хотелось не но боялась что это совсем получится произошла такая знаете рокиров очка как говорил наш борис николаевич прокофьев написал на ахматова так стакович на цветаева все наоборот понимаете москвич должен был бы больше так сказать он же потом все таки же в москве потом когда вы задали вопрос насчет поэта цветаевой то что были другие были конечно другие но она была одна такая это понимали все откликнули сразу на нее сразу вот это не здешний вечер когда она приехала в петроград и она это декабрь шестнадцатого года было и она она туда пошла вот так вот с бродячую собаку она думала что там ахматова будет и блок будет но не было уже никого и она пишет что она почувствовала что она представляет москву либо вечная москва ленинград вот это вечная немножко такая тайная конкуренция что ли я не знаю и вот она там читала свои стихи вот этот момент просто потрясающий когда михаил кузьмин пришел их познакомили и она говорит так это он горит цветаева и тут же почитает ее эти строки как это нет 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 это как она она я знаю правду он сразу я знаю правду все прежние правды прочь не надо людям с людьми на земле бороться смотрите вечер смотрите уже скоро ночь о чем любовники полководцы уж ветер стелется уже земля в росе и скоро снежная в небе застынет в юга и под землею уснем мы все кто на земле не давали уснуть друг другу и он у него спрашивает но как бы это понятно то что кузьмин мог знать цвета он тоже был же блин ну так во все его лошадь написал гумилев написал нет про кофеев это же не про кофеев он же как бы в другой епархии а тут то есть то что кружок поэтому то что поэты знали друг друга и собственно возьмите сейчас во все времена поэты знают только друг друга иногда их и публика знает сейчас москве там может быть существует там пишут сто поэтов их никто не знает кроме их самих и друг друга так же и в тем временем семнадцатом году конечно маяковский там знал цвета ну то есть это все понятно профессионально а вот то что про кофеев в какой-то момент читал стихи цвета его это любопытно почему я вспомнил об этом я недавно видел записи одного дирижера как юровский есть такой да вот он написал что он работал он ставил какие-то что-то он ставил из оперы про кофеев он написал следующее что про кофеев по его мнению был необычайно талантлив как филолог как писатель необычайно вот только поработав всего опера я это почувствовал и вот мне как бы это запомнилось что он обратил внимание на вот эту вот часть его его гения что он сам очень конечно он очень точный подробно описывал работал на либретто для меня было удивительно я думал что либретто там помогала ему писать вот его там новая жена ну и так далее к сожалению уже стили бретто пришлось переделывать переделал оказывается тут он сам это интересно это очень интересно потому что он сам иногда знаете что делал он сказал не хочу я чтобы погибала джульетта и он их оживлял за минуту до конца они вдруг она успевали ли он там успевали проснуться и все хорошо кончалось и так был бы у нас такой рамео джульетта но сталин сказал это шо такое вообще классику так портить а когда ему предложили вот кстати о характере что значит внутреннее и внешнее чтобы он написал на отела сюжет он сказал нет я не могу это в такой злости в какой находиться гадости я не могу он этого избегал я скользил скольжу по поверхности но под но при этом он все и он хорошо орал когда в петрограде там с переставом разбирались как-то он креетал по кричала что значит надо его растерзать а он кричал нет не трогайте и так далее то есть хороший человек был но вот насчет того был ли он хороший человек это я рекомендую вам почитать вот эти записки этого дирижер он там по моему такие он как-то пытается через музыку его понять какой он был человек в общем я не хочу сейчас как бы пересказать что я понимаю что вам наверное будет как музыка знаете поскольку я вообще человек абсолютный человек шостаковича это мой позитор вот естественно надо бы запятую эту в конце концов между шостаковичем и прокофьевым расшифровать но вот у нас есть михаил может быть ему это будет больше с руки но я это ваша как бы не непрессуемое не вынужденное признание да то есть в конце концов как бы раскололись что вы человек больше шостаковича нежели прокофьева тогда так надо я шучу я шучу нет нет почему это все по я нет этого не отрицаю я не придам шостаковича я абсолютно я я сформировалась благодаря ему конечно потом мне он очень близок так сказать мы все эти дети достоевского с без кожи поэтому это вот шостакович но конечно ему с прокофьевым и конечно в человеческом плане для меня конечно побеждает абсолютно по всем статьям дмитрий дмитриевич но дмитрий дмитриевич жил это время знаете когда цветаева встретилась ахматовой сорок первом году и когда мы не знаем о чем они говорили там чуть ли не шесть часов у них была беседа в этой комнатке и вот каждая потом в дневнике написала впечатление свое и вот ахматова просто написала какая же я тёлка по сравнению с ней марина написала а что же она делала все эти годы которые 17 лет марины не было на родине что же наделала с 14 вот такой то то есть это при том что они собрались для того чтобы читать друг другу только самое лучшее что они написали она читала поэму без героя а марина есть поэму воздух понимаете водка вот пожалуйста что такое эти 17 лет которые человек живет вне контекста ну потому что анна андреевна хуже что-то понимала и так далее марина ушла в зауме сказала она написала ну это ее обвиняли ну ее сколь мне помнится то что она несведущая живя там в париже что она всякие глупости несет не понимая специфику вот эту внутреннюю жизни в ленинграде там москве ну и так далее но вообще все очень замечательно вообще вот эти ваши рассказы о том как выходили в очень очень интересный вот в архив как архивы тогда существовали мне тоже доводилось в них бывать это конечно особая песня если вам было и вообще почему вдруг какой-то кгбшник заинтересовался откуда вы узнали про цветаю что это давало ему в качестве дополнительной амуниции я вам скажу что было что было это было время когда очень много людей из филармонии уезжали артисты я выступала как я со словом была связана понимаете моё слово всегда могли повернуть как угодно и кто-то когда я выступала в доме аспирантов мгл кто-то донес не знаю уж куда филармонию наверно что я якобы сказала что вот что цветаевой не ставят не поставили памятник тут что-то такое что в америке вроде бы ей хотят поставить памятник потому что тут ее что-то такое а это был очень необычный вечер это было в день рождения цветаевой и я пригласила евгения борисовича тагера чтобы он говорил о цветаевой потому что это вот история говорила прямо и мы записали с мужем тагера потому что нам это было интересно и женщина которая это имеет программами ведала она ко мне очень хорошо относилась это целая история и вот она мечет спасибо спасибо все я там у меня там должен была была тема там же не меня всегда приглашали была тема блок и музыка ну я готовлюсь артисты готовится и все и вдруг вот в среду мы там должны были выступать она мне звонит и говорит вы знаете мариночка у нас отменяется концерт потому что у нас там труба лопнула ну хорошо хорошо давайте перенесем проходит а я когда на год но недели через две хорошо через две недели она мне говорит что сегодня нельзя сегодня партийный день среда была со сегодня там парцобрание в зале хорошо не надо ну и я забыла уже про это и вдруг наш пианист концертмейстер с которым мы работали мы с ним возвращаемся он говорит вы знаете после блока моего ну не там и он говорит вы знаете насколько все таки у вас совсем другой блок чем у рашели барановской вот как я с ней выступал в доме аспирантов несколько дней назад верю что с блоком да с рашелью да я пришла домой и позвонила татьяне алексеевне говорит татьяна алексеевна выкладывайте что такое в чем дело я знаю она так плакала по телефону а я говорю у меня есть запись этого она гордила в том что вас а вот написали такую там телегу и так далее я гляну это же вранье или но у меня есть запись а нарит марина давать на я вас умоляю я потеряю работу я это ваш прошу вас никому ничего не говорите и так далее в общем я поняла что вся филармония уже все про меня знает естественно после этого я стала гораздо свободнее меня перестали приглашать большие залы и я была счастлива общаться с простыми людьми которые мне стихи писали в цвета его писали и мне давали он и привезла все собой понимаете так что это были свои плюсы и минусы вот они он и заинтересовался потому что он сообщил в отдел кадров филармонии они выяснили надо же решать было что со мной у меня очень уговаривал он сказал что у вас очень хорошая это и происходило это не в кгб а происходило это на пятом этаже к филармонии там где отдел кадров и когда мне позвонили что вас вызывает в отдел кадров я шла в отдел кадров филармонии зная что наверное скажут что все конец и все но не об этом и вот вы знаете это просто удивительно очень симпатичный был парень он также за меня разволновался я дрожала вся вот что-то такое было и он говорит а что вы но вы смотрите вы подумайте но может быть мы вам звание дадим сказал какой-то там какой-нибудь азербайджанской сср я сказала может вы передумаете я говорю слушайте мне 48 лет как же могу передумать нет все вот так вот было вот понимаете ну вот я сейчас думаю могла бы я так сказать 50-е годы куда бы я вообще спряталась более того я вам скажу чтобы я сегодня там делала как бы я сегодня о паустовском там рассказывала то что я тут рассказываю ну это другая это друг вот вот и все это понятно да конечно ну спасибо большое спасибо александр да так иосиф вы хотите снова да я так понимаю да я тоже очень ценю рассказы марины и очень эмоционально и очень благодарен день но это не мешает я как некоторые замечания может быть немножко другой уме что я хочу сказать что вот ну все ну я может быть продолжу то что я говорил что совершенно разные типы то есть ну ну про кофе был оппортунист что там не говорили ну оппортунист был человек ну гениальный но оппортунист ну писал там это на ивана грозного и вал на это александра девского и все прочее значит еще вот такой маленький вопрос вот вы говорили что вы человек шестакович шестакович тоже ценил очень про кофе но то же время критически относился к нему говорил что у него там есть пробелы в его образовании что там я не знаю а разжировки не может писать то не может писать это не то есть то есть то есть можно ценить композицию в то же время критически относиться это одно другому не мешает это просто маленькое замечание хорошо спасибо это понятно да михаил сейчас михаил тоже скажет маленькая я я просто пытаюсь ответить на вызов марины по поводу расшифровки запятой и это это конечно очень большой вопрос потому что знаете когда идет в строку там вот про кофе шестакович хачатурян там все это все конечно полная чепуха потому что это были совершенно несопоставимые глыбы и я как раз вот сейчас занимаюсь разными вещами сложными я пытаюсь найти возможность говорить о сложных вещах просто поэтому на этот вопрос я так отвечу прокофьев это композитор русский а шестакович это композитор советский вот отсюда браво браво спасибо 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 хорошо пока я не вижу других людей я один маленький комментарий у меня вопросов фактически нет вот на что всегда на какие мысли наводят доклады марина и этот в том числе примерно вот на какие вот была какая-то большая культура она собственно продолжается культура никуда не девается в ней были определенные люди деятели когда мы начинаем вдумываться что это за люди что они делали да еще и как они так сказать между собой общались то возникает матрица такая значит по строчкам фамилии ну например 100 там поэтов писателей композиторов и по столбцам тоже эти же 100 и между ними возникает соответственно 10 тысяч делить на 2 комбинации то есть идет 5000 взаимодействия значит о чем марина говорила об одной маленькой клетки в этой огромной таблице взаимоотношениях двух людей прокопчево и цветаево явно эти два человека не были чрезвычайно важны друг для друга да они сошлись они вот пока известно то что вот мы услышали об одной их встрече естественно что одна могла знать музыку другого другой мог знать музыку то есть стихи другой но так таких интеракшн с огромное количество то есть ясное дело что и марина знала много композиторов и прокофьев знал много поэтов как знал читал стихи как любой образованный человек и так далее и так далее а вот общей картины взаимодействия вот всех людей между собой как не было так и нет я все время удивлялся что нет этой картины я вот помню я читал книгу такой громовой которая попыталась не забыл ее точное название которая попыталась разобраться во взаимоотношениях поэтов только лишь поэтов и только где-то в тридцатые годы между собой там было человек наверное 10 12 и вот взаимодействие между ними я помню там были вот известны имена вот осеев там пастернак луговской по-моему еще кто-то и это вот такая была толстенная книга и это неудивительно и это понимаете это как бы сказать вот когда мы читаем что-то описать или художник это как производные вот какой-то сложной функции а когда мы говорим об интеракции это уже производные второго порядка и это бесконечно и вот я не знаю будет ли написана такая гигантская история хотя бы там русская уж молчу о мировой культуре потому что все эти интеракшнс они же очень интересны допустим мы когда особенно о современниках вот это меня мысль всегда интриговала но по моему ответа нет и вот марина копает в эту сторону то есть огромный труд даже про эту пару людей что такое узнать потому что нет очевидных сведений они не были близкими друзьями ну и так далее и вот вот это такие мысли как-то меня наводит ее выступление ну хорошо сейчас пока больше нет по моему марина как всегда что меня больше всего поражает в докладах не то что больше всего но вот то что мне очень нравится у нее колоссальный такой графический материал который она мастерски как бы аккумулирует и вот я вам за это особо признателен марин то есть вы ну специально готовились к этому докладу я чувствую то есть вы именно к этому я вот очень тронут что вы сочли возможным вот такую очень очень серьезную подготовку масса уникальных графических материалов чрезвычайно интересных так что спасибо вам огромное помимо всего прочего вот за вас я хочу сказать что вторая часть моя называется недаром меня никогда не влекло к прокофьеву марина цветаева ну тогда давайте дождемся вашей второй части когда по вашему она примерно будет ну хорошо вы дадите мне знать мы поставим туда программу не думаю никто не забудет вашей первой части и тогда мы наконец все узнаем про этих замечательных людей я просто не могла не вспомнить мнухина мне казалось что вам должно быть интересно про деревянную книгу узнать о да 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 это очень все необычно интересно я вообще не знал что есть некий конкурент такой псевдо конкурент чукокали вот есть оказывается я просто не знал да нет но вы показали массу материалов уникальных для меня полной неожиданностью был этот двухтомник связан с прокофьем то что показали о чем не но я и я вообще про него мало что знал это но мое мнение не играет никакой роли я совершенно непрофессионал а ну когда вот михаил говорит что и он кое-что новое за это уже многое значит потому что он все-таки человек который профессионально знает музыку и все такое прочее и я думаю он не один так что замечательный доклад марина огромное спасибо от имени всех если нет больше вопросов тогда позвольте всем пожелать спокойной ночи всего доброго марина спасибо спокойной ночи всем спокойной ночи